Здравствуйте! Рад вас приветствовать. Смотрите, пожалуйста. У нас девятая лекция и уже опять же, скорее формат мастер-классов. Не столько мне хочется вам много рассказывать, сколько хочется показывать. Но немножко рассказы еще будет. В прошлый раз я вам про КОС рассказывал. Мне кажется, позапрошлый раз я вам рассказывал про КОС и студентов. Уж не помню. Я точно помню, что рефакторинг мы делали объектно-ориентированный. Как раз в прошлый раз мячик переделывали, запихивали, класс, бол делали. Это я точно помню. Но ценность объектно-ориентированного программирования не только в том, что она позволяет всю сложность работы объекта запихнуть под какую-то крышку, под некий капот. И тем самым факторизовать, отделить эту сложность в отдельную сущность. Одна из важнейших задач по организации работы программиста, по организации программного кода именно состоит в том, чтобы всю сложность разбросать на какие-то отдельные составляющие. Чтобы большой, более-менее большой проект можно было поддерживать, читать и понимать. Короче, ценность ООП не только в том, что она позволяет в класс запихнуть данные и код, сделать инкапсуляцию данных вместе с кодом, который обслуживает эти данные. А еще и в том, что объектно-ориентированное программирование прекрасно превращается в объектно-ориентированное проектирование. То есть как инструмент, собственно, придумывания. И в принципе, в прошлый раз, когда я стал расписывать атрибуты и методы у класса мячик, у класса бул, то вы уже видели, я специально делал это, не сразу там на компьютере, а я взял и нарисовал, да, взял и нарисовал вот такой прямоугольничек, в котором я написал. Вот у меня есть там класс булл, вот у него есть такие-то свойства, да, атрибуты, вот у него есть такие-то методы. Я сейчас не буду даже пытаться повторяться, да, не надо сейчас это. Что, кроме вот этого вот есть, есть взаимоотношения между классами. На прошлой неделе, в прошлой работе у вас уже появились элементы ООП, собственно, там была пушка, которую нужно было начать переписывать. Чтобы там то заработало, это заработало. С этой пушкой вы будете работать еще, еще две лабы, то есть эта неделя и еще следующая неделя. Те, у кого вылетает понедельник, я говорю, вы в любом случае делаете. Вот, вам нужно будет расширять, добавлять функциональность. Постепенно мы сейчас выходим на тот уровень, когда вы должны сами начать предлагать и менять проект в свою сторону. Вы хотите чего-то. Потому что осталась, по сути, лабораторная работа пушка и такая есть вот артиллерия, на нее одна неделя отводится. Может быть, даже мы от пушки откусим, чтобы артиллерии дать чуть больше. Она уже, по сути, есть такая модернизированная пушка. И дальше все. Дальше начинается ваш семестровый проект, который вы должны сами вести. Вот так вот. Но все-таки групповую работу, видимо, мы поставим через неделю, потому что сейчас еще пока вам надо самим в своем проекте повариться. И я ничего сегодня не буду говорить про организационную составляющую. Так вот, фишка в том, что, оказывается, вот эти вот рисуночки, которые я рисую... Молодые люди, я за коммуникацию, но сейчас коммуникация должна их вертикальна. Так вот, есть классы разные. И вот представьте себе, что я эти два класса, несколько классов, возьму и нарисую рядышком, просто на листочке или на доске. И вот я, например, возьму и сделаю, как там назывался этот самый? Кэнон? Пушка. А, ган там называется. Пускай будет ган. Какая у меня разница. Пусть будет ган. Ну вот, объект, точнее, объект, класс в первую очередь, да, класс пушек. Да, у меня экземпляр один этой пушки, по крайней мере, в текущей версии, да. Но вы же понимаете, помните, как я мячик ее так вот раз и размножил? Как только это стало завернуто в класс, мне создать много экземпляров вообще не представило никакой сложности. Я в список насоздавал, и они все летают. В принципе, с пушками тогда то же самое произойдет. Вот. И вот я тоже распишу некие свойства, да, некие методы, их будет не так уж и мало. Но давайте сейчас про другую даже вещь обсудим. А есть ли какое-то взаимоотношение между ними? Вот самое простое взаимоотношение, которое может существовать, называется ассоциация. Ассоциация. Она рисуется просто вот палочкой соединил, и все, вот тебе и нарисовал ассоциацию. Ну, самое примитивное, еще раз, да, мы проектируем, представьте себе, да, это живая совершенно ситуация. У человека не два класса, а у него этих классов, то есть он выделяет сущности из предметной области. А про что вообще будет? Какая бизнес-логика у нас будет, да? И он начинает делать объектно-ориентированный анализ. Он, так, это объект, это объект, это объект, так, а что вообще с чем связано? И вот есть такая вещь, как ассоциация. Соответственно, у меня пушка, да, и мячик, да, мишень. Мячик будет у меня в качестве мишени, он должен быть как-то с... Хотя нет, подождите, мишень. Мишень еще неизвестно, что будет мишенью, да? Я, в принципе, могу нарисовать здесь третий класс, да, потому что, ну, наверное, пушка, она же стреляет, да, должно быть, собственно. Пушка, снаряд и мишень, да, ну, я назову ее здесь как таргет, таргет. Я, честно, не знаю, как там сейчас будет, это нужно посмотреть в проект. Так как это лучше организовать еще? Но я вижу это пока так, да, ган, бол, таргет. Ну, правда, скорее, бол надо было бы как-то назвать, не мячик-мячик, а как-то типа снаряд. Как снаряд можно назвать? Ну, шелл, например, да, наверное. Ну, можно называть, по крайней мере, нет? Как можно назвать снаряд? У меня в голове нет сразу мысли, обычно, а? Как? А, буллет, да, баллет можно назвать, да, действительно. Ну, например, хорошо, но я пока оставлю булл. Короче, дело вот в чем. У меня пушка-то с мишенью не взаимодействует напрямую, если честно, да. Да, все-таки нет прямой ассоциации, то есть представьте себе, пушка дергает метод таргета, да, или таргет дергает какой-то метод у пушки, ну, это странно, да. Этих таргетов там много, они все где-то там на карте отображаются, да, есть возможность их там шоу, может быть, у них есть, ну, допустим, что у них есть метод шоу, допустим, у них есть метод мув для этих таргетов переместиться, да, они там будут летающие, например, условно, да, что-то там происходить с ними будет, да, у Болла там, естественно, у Болла, кстати, тоже должен быть естественно, что метод какой-то там типа шоу отобразится, да, если я сейчас не разделяю отображение от физики модели, да, модели, собственно, поведения, там тоже должно быть перемещение, соответственно, но, еще раз, фишка в том, что у меня есть ассоциация, вот она, да, фактически, да, пушка выстреливает снаряд, баллет какой-нибудь, да, соответственно, а этот самый баллет, ну, я все-таки его шел, по-моему, называл раньше, я не знаю, как он здесь, он называется у нас как-нибудь или нет, таргет, нет, он называется Болл здесь в этой версии, мне не нравится то, как сейчас здесь проект сделать, будем сейчас править его, вот, короче, я не буду сейчас исправлять это название, хотя оно мне не нравится, на самом деле, чем раньше вы исправите название на адекватное, тем лучше, потому что потом оно будет многократно в проекте встречаться, будет сложнее его исправлять, вот, выдернуть и переименовать, вот, короче, у меня вот опосредованная вот такая вот ассоциация возникает, вопрос вот в чем, а есть ли направленность ассоциации, ну, короче говоря, вот у меня таргет, вот у меня летят эти самые Боллы, да, мячики из пушки летят, а мячики эти, они, они должны проверять попадание в таргет, или таргеты должны, вот, представьте, ну, реально, у меня вот есть список летящих снарядов, есть список мишеней, у меня, я должен пробегаться, мишень должна пробегаться по списку снарядов, и говорить, я в тебя попала, я в тебя попала, и как? Или снаряды должны дергать метод мишени и проверять, там, чек-коллайд, например, да, да, кто кого? Вот есть такая вещь, как направленность ассоциации, то есть у нас пушка очевидно, что она у нас, по сути, порождает этот Болл, да, Болл именно порождает, ну, как объект появляется, ну, мы же вряд ли будем этот Болл хранить в загашнике у пушки, там уже созданные объекты где-то валяются, странно, да, скорее этот объект мы будем порождать в момент выстрела, логично, да, соответственно, она у нас что порождает, да, и более того, то есть я могу нарисовать вот такую стрелочку, да, в которой будет отображаться направленность этой ассоциации, в то же время Болл не принадлежит самой пушке, не является ее, как сказать, представителем, частным случаем, он ей просто, ну, вот, классы, между которыми есть ассоциация. Здесь сложнее эту направленность выбрать. Может даже случиться такая ситуация, мне очень жаль, что я нарисовал не совсем удачно, вплоть до того, что перерисовать для большей понятности, хотя мне жалко времени. Еще хочу сказать, что у меня направленность можно реализовать такую, да, что у меня, соответственно, как бы поражают, да, то есть они уничтожают, да, попадают. Ну и, соответственно, при таком проекте, я проектирую, это мои мысли пока про эти объекты, да, и при таком подходе у меня что, из какого-то метода, там, движения Болла или, там, не знаю, чек-таргет, там, как-то еще там, да, я должен, буду перебирать эти таргеты и пытаться, там, проверять, попадаю или не попадаю. Понятно, да? Вариант второй. Почему нет? Можно взять и, соответственно, попадают вся, как бы, да, ну, в смысле, поражаются, да, они бывают ранимыми, да, поражаются, терпят поражение, да. Я напишу поражаются, хоть это не совсем про то, поражаются. И сделать ассоциацию такую, то есть они будут перебирать, а нет ли какого-то снаряда, который сейчас бы в меня попал. Как мыльный шарик, вот, который готов сейчас лопнуть. Можно так запрограммировать, а почему нет? Можно и так запрограммировать. Хотя, наверное, логичнее все-таки было бы туда. Но, что интересно, возможно, и третья ситуация. Во-первых, по принципу keep it simple, stupid, можно вообще не делать, оставить кусочек в чисто структурной парадигме, то есть делать функцию игры. Функцию игры, которая и будет заниматься проверкой попадания мячика в мишень. Можно это сделать? Можно. Я еще раз говорю, мне очень неудобно, я сейчас кусочек прям хочу стереть хотя бы, чтобы у меня чуть-чуть место освободить. Оно мне сейчас нужно рядом с этой линией. Неудачно нарисовал. В любом случае, свойства там методы, короче, да, сейчас не суть даже важна. Важно то, что вот эта ассоциация, она может быть ненаправленной. Если взаимоотношение между классами вынесено в отдельную функцию, которая занимается их ассоциацией, то есть она дергает у этого координаты, она дергает у этого координаты, берет их там чекает. Но в чем минус? Дело в том, что вся сложность их взаимоотношений друг с другом будет спрятана внутри этой функции. То есть, а мы хотели, когда мы создавали вообще классы, я говорил про ответственность, да, что класс отвечает за, и вот вопрос. А кто должен отвечать за вот эту достаточно непростую, возможно, задачу проверки на попадание, да, ну и, собственно, вызова на уничтожение? Где должна быть спрятана эта сложность? Кто ее инкапсулирует в себя, эту ответственность? Понимаете, очень интересный вопрос. Почему он особенно сложен? Да потому, что у меня может быть много разных вариантов снарядов. То есть я рисую один класс бол, а на самом деле у меня этих классов может быть много. И пушка может порождать не один вариант снаряда, а много вариантов снарядов. И мишеней может быть довольно много разных. Так вот, давайте вот эту вещь произнесу, да, что вот эта вся их ассоциация может быть вынесена в отдельный класс ассоциации. Вполне может быть, да, который будет заниматься именно вот взаимоотношениями. То есть он будет получать конкретный экземпляр мячика и конкретную мишень для того, чтобы проверить, совпадают, не попадают. Чтобы, соответственно, у мишени отнять столько-то хелса, сколько там у этого ввод, проверять, есть ли у него шилды против этого вида болла, совпадает ли у них цвет, потому что зеленый шарик попадает только по зеленым мишеням. Или что-то еще, да, то есть вот какая-то сложность взаимоотношения, она может быть спрятана внутрь этого, не знаю, коллайд-чекера, условно, да. И опять же, можно найти какие-то аргументы за, какие-то против вот этого решения, да, то есть условно, я назову его, да, коллайд-чекер. Вот, тем не менее, да, можно придумать, ограничить его ответственность какой-то задачей, да, чтобы он отвечал за конкретную вещь, и она соответствовала, чтобы, ну, не получалось так, что он какие-то внутренние вещи слишком глубоко лезет туда, слишком глубоко лезет туда. Но само то, что мы можем, не написав ни одной строчки на языке программирования, ни одной, вот так вот на листочке обсуждать архитектурные вопросы, это уже очень здорово. Правда? И можно, если есть некоторый опыт программирования, то можно как бы представлять себе, какие последствия это возымеет. И еще одну вещь я тоже сейчас нарисую, я сотру свойства и методы, вот там вот, прям вот чисто класс напишу себе и все, да, вот без прямоугольничком и все. И вот тут некая ассоциация, я уберу коллайтчекер сейчас, потому что, да, я его не буду реально реализовывать, сейчас у меня будет вся сложность спрятана внутри бол, а направленность этой ассоциации будет вот туда, да, то есть он будет поражать, в смысле, да, попадает, попадает. Вот, я сказал про то, что возможно много разных вариантов снарядов, а как мне это фактически отобразить? То есть дело в том, что пушка-то должна стрелять снарядом, в любом случае, значит, должна быть некая базовая, да, ассоциация, она вот порождает. Конечно, я могу, ну, представьте, сейчас комбинаторная сложность, да, я нарисую вот здесь вот кроме бол, там, не знаю, как, бокс, она еще и коробками кидается, да, еще чем бы сейчас тут нарисую, там, рокет, лезер, да, и у меня, соответственно, возникло раз, два, и еще что-то там, и снова туда, раз, и два. То есть у меня картинка резко усложнится, и количество линий, которыми это все порождено, оно просто вот умножится. Но я могу сделать следующее, среди всех-всех-всех снарядов, среди всех-всех-всех-всех-всех снарядов я могу взять и, ну, вычленить, глобально сказать, ну, это глобально вообще снаряд, может быть, не бол, да, да, я все-таки назову Shell. И у меня этих вариантов Shell может быть много, разных классов снарядов, мячики, коробки, там, ракеты, лазеры, да, и вот я беру и говорю, вот у меня есть бол, да, а есть какой-нибудь, ну, давайте, я же не знаю, лазер, допустим, да, лазер пускай будет, лазер-ган, ну, в смысле, точнее, это самое, лазер-рей. Лазер-рей. Да? Ну, они как-то не приклеены, непонятно, что они являются частным случаем снаряда. И это дело отражается следующим образом. Я говорю, эти ребята, да, они у меня являются частным случаем его. В его частном случае. И я рисую, я только сейчас вот направление стрелки могу путать, но, по-моему, я правильно рисую. Да, и ее, по-моему, не закрашиваю, вот она просто вот так вот рисуется. Я не уверен, если честно. Но фишка в том, что вот эти, вот это отношение, это не ассоциация, это другое отношение. Это как раз такая ситуация, что это частный случай снаряда, да, конкретная реализация вот этого, ну, условно-абстрактного, да, шелл, ну, какая-то вот там боеприпаса. Понятно? Непонятно. Реализация как абстрактного класса, но являющаяся классом, то есть я смогу делать объекты типа болл, много разных, да, объекты типа лазер, там, рей, тоже много их могу делать. И шпулять их туда-сюда. И эти объекты будут у меня жить, летать, двигаться, но они будут являться частными случаями этого шелл. Это может быть сформулировано следующим образом, что у меня есть родительский класс и дочерние классы. У меня возникает иерархия классов. Иерархия. Более того, у меня дочерние классы могут наследовать свойства и методы родительского класса. И это тоже очень здорово, потому что тогда, если будет наследование, то есть просто код программный, который я написал для шелла, он будет и там, и там, то у меня получается что? Ну, у меня прям классно. У меня не придется переписывать этот программный код. Понятно? Это очень здорово. Наследование – это в том числе и механизм сухого программирования. Don't repeat yourself. Но есть такая фишка. Очень важно грамотно продумывать абстракцию, чтобы не возникало, что у вас таргет, ну он там чем-то похож на ган, а давай я сделаю таргет. Это самое частным случаем. Ну, я вот так вот рисую это дело. Частный случай гана. Понимаете? Это безумие. Есть принцип, я сейчас не буду углубляться в это дело, постановочный критерий Барбары Лисков. Ну, смысл в том, что должна быть правильная абстракция, да? То есть это частные случаи вот этого класса. Причем они не должны требовать ничего дополнительного, исходя из того, что требовал их родительский класс. Ну, сейчас давайте, еще раз говорю, не будем уходить слишком глубоко в эти детали. Вот я немножко порисовал, да, стало понятно, что такое иерархия, да, я произнес слово наследование. Кстати, может вполне быть наследник, наследник наследника, у дочернего может быть дочерней, может быть какой-нибудь там gravity ball. Вполне может быть, что ball, он не обязательно gravity ball, да, у gravity ball там модифицированное движение, да, он по-другому двигается. Ясно, но частный случай шарик, потому что все остальное он ведет себя точно так же, как шарик, там от стен отскакивает условно. А лазер не отскакивает, а улетает. Так, мы с вами в прошлый раз этот код не трогали. Это тот код, который у вас у всех был, поэтому я сейчас отстающий от вас. Вот, это gun недоделанный. Значит, ну, во-первых, я вам говорил о том, что здесь есть такой дядечка. Так вот, его можно попросить вот здесь взять и сказать, слушай, повернись в полоборота, следи только за синтаксисом, не делай никаких инспекций. Наш инспектор приехал. None. Только ошибки. В этой ситуации он будет показывать только какие-то там, я даже ошибок не вижу, он ничего не показывает. Нет, ошибки на самом деле есть. Ну, короче, я его поверну все-таки. Я очень люблю, когда интерпретатор, в данном случае это не просто интерпретатор, а среда разработки, она делает детальные инспекции, помогает увидеть многие вещи, которые приведут к ошибкам неминуемо. На самом деле. Ну, там краска, да, и более того, вот здесь справа на вот этой вот шкале я могу увидеть, собственно, подкраску. И прям вот, вот прям серьезно, видите, и он мне еще объясняет, что не так. Remove redundant parentheses. Уберите ненужные скобки. Ладно, давайте начнем с этих самых, с ошибок. Значит, мне не нравится то, как тут названы классы. Классы по PEP8 должны начинаться с большой буковки. Так, сейчас кончку. Так, у меня режим VIMA. Так. Дальше. Класс ГАН. Значит, дальше, дальше, дальше. Класс ТАРГЕТ. Ой, сейчас, секундочку. Класс ТАРГЕТ. Так, что теперь еще не так? Но он говорит мне, что зачем у вас здесь вставят пустые скобки, действительно, незачем. Что еще не так? Вот красные ошибки, они требуют, конечно же, первички. То есть, как, я не могу это делать, на самом деле, коммитить. Ну, вот здесь простая штука. У меня здесь пока функция заглушка стоит, но у меня даже return false стоял с неправильным смещением. Это я сейчас быстренько исправил. Так, смотрим. Вот у BALL все более-менее, да? У него красных ошибок таких не видно. Да? Ну, что там зелененьким подчеркивает, там, set cohorts. Ну-ка, 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 ну-ка. Hit test под что-то подчеркивает. Пока не трогаю. О, уган, красным подчеркивает. В чем дело здесь? Потому что новые атрибуты надо создавать в конструкторе. А я здесь их создаю на уровне всего класса. Ну, как, какой там F2 power? Что такое, кстати, F2 power? Интересно. Я-то не помню, что это такое. А? Что-что? Ой, сейчас, секундочку. Я никак не привыкну, что у меня режим VIM стоит здесь. Так, ну и, собственно, там нужно еще и создавать линию, да? Тот, который будет отображать пушку. Вот так. Так, замечательно. Canv. Так, что такое canv? Fix me don't know how to set it. Да, тут надо сказать, что не так мало, видимо, придет. Fire to start. Почему fire to? Отпускание кнопки мыши. Ball. Ну, давайте сейчас еще раз исправляем. Пока я сейчас исправляю красные ошибки, чтобы это дело, в принципе, завелось. Потом будем дочищать функциональность. Target. Ну, как видите, здесь уже, да, для того, чтобы написать такой код, то уже приходится программного кода написать немало, и в нем можно начать путаться, если не структурировать. Но, тем не менее, он структурирован неплохо. И еще довольно ценно то, что можно сворачивать. Это тоже позволяет припрятать сложность, вы на него не смотрите, и вам до порода времени в это дело вникать не надо. Или оставить только, то есть вот метод раз, и все содержимое методом и спрятали. Тоже бывает очень удобно. Ладно, ну, что я хотел, я хотел здесь тоже сделать конструктор. Init. Self. Да, так, и тут, что там, шесть строчек этих нужно сдвинуть вправо, да. На таргетах, видимо, будут поймты написаны. Так, инициализация новой цели. Сейчас. Наверное, Y. Красный. Еще смотрим, какие ошибки он еще видит. Так, T1 равно target. Значит, у нас вот здесь вот dev new game, да, то есть у меня здесь есть функция, которая создает новую игру. И эта функция new game, она вот повешена на таймер, да, root after 750 new game. То есть она крутится, да. Ну, опять же, скорее не new game, наверное, надо назвать ее. Вот, а если уж она крутящаяся функция, наверное, стоит назвать ее game cycle как-нибудь. Так, сейчас еще рассмотрим global. Gun, T1. Кто такой T1? Target. Screen 1. Ага. Balls. Balls. Давно я не видел этот код. Собственно, год не видел я этот код. Ладно. Давайте еще исправляем пока крупные ошибки. Так, что здесь? Main loop. Ну, это понятно. Root main loop. Так, new game и ушли в main loop. А где инициализация? А инициализация где-то тут. Так, ну, мне не нравится, что у меня инициализация и тут есть кусочек, который создает чего-то. Да, и тут есть кусочек, который тоже что-то создает. Я уж хотел бы, чтобы у меня было одно место, где все создается, по крайней мере, да. Вот я сделаю функцию, которая будет называться, как, ну, например, на самом деле она скорее будет init, но тем не менее. Что там, global. Мне понадобится глобально кто? Корневой виджет, потому что я на нем буду создавать и холст. Он будет один на весь модуль, поэтому у меня будет глобальная переменная. Так, ну, и, соответственно, эти вот перемешки. Эй! Дорогой! Что случилось с тобой? Интересно, что не так. А? Перестал реагировать на меня. Не понимаю, в чем дело. А? Не, у меня на клавиатуре еще раз. А, стоп, сейчас, секундочку, может, клавиатура тупо выскочила. Нет, это не клавиатура. Что-то слетело. Так, ладно. Прошу прощения, что там? Vim Emulation, да? Интересно, в чем дело. Чего я не так нажал? На мышку реагирует. Клавиатура померла. Мне кажется, что с эмуляцией Vim'а все-таки что-то. Давай еще раз опустим тебя, негодненько. На мышку реагирует. Время! Какой-то режим, видимо. Я не могу понять, что он делает. О, все норм. Все. Все, так, пять строчек вправо. Все, ок. Все окей. Так, ну что ж, значит, у меня так есть root, frame. Зачем мне frame интересно? А, видимо, я кнопки хотел там на этом frame, под frame ставить. Так, холст называется canv. Так, что его еще не устраивает? Здесь его не устраивает, что у меня нет пустой строки дополнительной. Так. Ну что ж, смотрим на помарки. Смотрим на помарки. Что он мне говорит? Instance attribute x defined outside init. Так, смотрим. Смотрите-ка. Действительно, у меня new target должно по-хорошему происходить, но явно не здесь. Ну, то есть, точнее, x, y у меня не должны создаваться, по идее, не здесь. А они могут меняться, да, там, не знаю, regenerate target. То есть, сама вот модель, она мне здесь не очень нравится. Этот target, он что? Как он порождается? New target. Вот, на самом деле, нет у меня, да, я сейчас вычитываю код, который писал, я, правда, не уверен, что это я писал, но, по-моему, я писал этот код все-таки. Два года назад, кажется, я его писал, но год назад я его смотрел еще раз. Но вообще, вот эта вот ситуация с каким-то устаревшим кодом, который еще и не работает, она на самом деле довольно атипичная. И я вместо того, чтобы спроектировать с нуля и писать, я в нем ковыряюсь. Еще большой вопрос, а что быстрее? Ну, честно, мой опыт подсказывает, что написать с нуля все-таки будет тоже небыстро. Поэтому лучше я поковыряюсь, тем более, что он отвращение у меня яркого не вызывает. Ну, да, явно, специальные огрехи набросаны, специальные, прям явные, да, у первого класса есть конструктор, а у второго, третьего нету. Догадайтесь, почему. Да, чтобы вы могли посмотреть, да, на первой классе, сделать во втором, третьем так же, как в первом, да. В первом есть документ строки, во втором, в третьем их, да, точнее, во втором что-то еще есть, а в третьем их нет совсем. Ну, ладно, совсем, ну, почти нету. Так. Короче, попадание шарика в цель. Ой. Так. Собрались. Canf Coords. Таргетинг. Той цель у них зависит от положения мыши. Это у нас у гана, и она должна, по идее, работать. Grid Line. Я не вижу прям ярких ошибок. Я попробую запустить это как есть. Да, я понимаю, что вряд ли это дело заработает. Ну, давайте это дело запустим. Давай. Ctrl Shift F10. Та-дам. Canf is not defined. Ну, покажи, что там. У меня же есть кусочек, который отдельно еще вынесен, да. Так. Ну, давайте эти пять строчек отсюда долетнем. Притащим их туда, где мой main. Кстати, main-то я не вызываю. Так что, а надо повызывать. Так. Main вот он. Вставляем вот сюда вот эти вот пять строчек. И main надо вызвать. То есть, вот я его вызову, естественно, перед тем, как делать вызов new game. Main. New game. Root main loop. Ну, еще раз. New game. Мне не нравится. А что делать? Вот мне не нравится какой-то идентификатор. В PyCharm есть возможность глобальной замены, но при этом интеллектуальной. Такой замены, которая отыщет именно этот идентификатор. То есть, не где-то там в пространстве имен другом, но также называющийся, а именно вот там, где к нему протянутого синтаксически анализируют, откуда эта функция вызывается, да. И таким образом я сейчас могу взять. Кстати, я могу control B, если я не ошибаюсь. Не control B. Как я могу прыгать к определению? Go to declaration or usage. Control B. Слушайте, должен был прыгать. Еще раз попробую. Ну-ка, control. Может, control shift B. А, выйти надо, прошу прощения. Это мой вимовский режим. Control B. Давай. Ну, давай. Ну, давай. Не хочет прыгать к определению. Ну, ладно, мышкой. Уберу вимовский режим в следующий раз. Где там? Go to declaration or usage. И я попадаю куда? К декларации. То есть к месту, где описывается эта функция new game. Тут пара лишних строчек, которые можно удалить безболезненно. Так. Да. Есть такой текстовый редактор. Вы его видели уже. Называется Vim. Вот. А он специфичен. Это линуксовый, очень старенький текстовый редактор. Но он работает как полноценное IDE вполне. На самом деле, многие-многие вещи в нем можно делать. Вот. И мне лично он очень нравится. Вот. Я в прошлый раз работал уже в Vim. Вы вот это дело видели. В прошлый раз. Вот. Ну, его любят сисадмины, некоторые программисты. Вот. Я на него когда-то давно подсел. И он мне очень нравится. Вот. Но в пачарме, есть даже в пачарме, когда вы устанавливаете пачарм комьюнити эдишн, то он там просто предложил мне, когда я ставил новый версии, он предложил, а хотите Vim режим? Я говорю, хочу. Ну, вот. А видите, там некоторые комбинации зато перестают срабатывать, да, прыгнуть на исход. Неудобно. Неудобно. Наверняка какая-то есть другая, потому что Vim'еры наверняка что-то уже сделали, чтобы у них тоже все срабатывали, и стандартные конфигурации тоже. Эти, клавиатурные комбинации. Пам-пам-пам. Так, что такое G1 таргетинг? G1 power up. Вообще непонятно. Нормально так называть переменные? А-а-а-а, вот оно что. Оказывается, это G1. G1 оказывается, да? Ну, подождите. Вот я буду сейчас лазить по всему тексту и переименовывать, скажите? А? И так понятно? Ничего не понятно. Это неправда. Я реально, я сейчас смотрю, мне не очень-то понятно на самом деле. Да? Как быть? Вот когда мне что-то не нравится. Есть такая возможность взять и переименовать. А где оно, кстати, создается? Не вижу, где создается. Вот, не вижу. В main создается G1, да? Так. Нет, main, main, main. Вот он, G1 равно GAN. Так. Во-первых, с большой буковки GAN. Так. Во-вторых, что? Она, естественно, раз уж так, то моя GAN должна быть глобальная, да? Ну, еще раз. Опять, у меня есть некая переменная уровня модулы, реально, она мне не нравится. Да даже CANV мне не нравится, если честно. Я лучше пусть был бы CANVAS. Как быть? Вот в PyCharm есть возможность интеллектуального переименования. Вот здесь есть прям такая вот REFACTOR. Правой кнопкой кликнул на идентификаторе. REFACTOR. RENAME. И, пожалуйста, вот я CANV назову CANVAS. CANVAS. Та-дам! И он по всему проекту пробежался, везде, где CANVAS он нашел и заменил. При этом, если где-то в комментарии встречалось слово CANVAS, он не заменял. Если переменная, которая не связана напрямую с этой, то он ее не заменял. Но она так называется. Переменная, которая более длинная и содержит CANVAS, не заменял. То есть это очень аккуратный интеллектуальный поиск с заменой фактически. Вот. Ну и, соответственно, G1 вот этот вот я тоже хочу заменить. RENAME. Оказывается, это GAN1. GAN1. Ну, не знаю. GAN1. У меня вообще GAN вроде бы один. Я не знаю, имеет ли смысл. Зачем лишнее порождать. Пусть будет просто GAN. Может, захочу. Тогда я сделаю рефакторинг. Так. Потому что там на самом деле сложность не ограничится просто фактом наличия. Нужно будет, чтобы у второй пушки тоже был метод управления или очередной ход. Так. Ну что, фрр. Фрр. Интересно, где этот фрр потом понадобится. Этот CANVAS делается на этом. А что, если он не понадобится? Ну-ка. Ну, сейчас посмотрим. Скажет где-нибудь или нет. Так. Ну что. NAME. T1. NotDefined. Все понятно. T1 равно target. Он должен быть глобальным. GAN. Target. Ну и, собственно, давайте переименуем T1. Refactor. Rename. С маленькой буковки. Соответственно, target. Это у меня что? No suggestions. Вау. То есть он не может найти T1, что ли? Воджет T1. Воджет T1. Чего-то я не понял. Чего-то я не понял. Сейчас попробуем еще раз. Rename. Target. Вроде сработало. Target object has no attribute ID. Target не создавал ID. Надо раскомментировать. Ну, создавать его, естественно, не в нулях. Да. А мне нужно что? Пробросить в конструктор. Собственно, параметры. Да. Target создается где? В конкретном X и Y. Да. И у нее должен быть что еще? Ну, некий радиус, очевидно. Да. Давайте посмотрим на BALL. Ведь Target и BALL у меня принципиально похожи. X и Y. А R что? А R всегда 10. Цвета разные бывают. Так. Ну-ка. Кенф. Да сюда не дотянулся. Негодяй какой, а? Ага, вот, кстати, фишка, да. Получается, что у нас метод, да, не там прописывается. Ну, видимо, этот New Target вызывается, чтобы поменять, да, эти значения на новые. Ну, наверное, это можно поискать. Я могу встать на New Target, нажать Alt F7, и он мне должен высветить все... Эй, слушайте, опять какая-то кривизна. Ну, покажи мне, пожалуйста, Alt F7, Find Usages. Другая клавиатурная комбинация, она переезжает. Вот оно, то есть единственное место использования. Ну, ладно, единственное, оно еще там используется. Вот оно. Т1 New Target. Что такое New Game? Непонятно. И root after New Game. То есть New Game вызывается многократно. И каждый раз что происходит? Привязка. Фигня какая-то, правда? Ну, как это зацикливание New Game, да? Нет, еще раз. Байнд. Зачем байндить многократно? То есть функция New Game, она явно странные вещи делает. Почему она зациклена? То есть должна быть функция, которая тикает такт по времени. Некий тик, например, да? Там таймер. Да? Time Handler. Ну, как-то так, да? Который будет игровой цикл в себе удерживать. Ну, понятное дело, что ему нужно будет что-то там считать. Кстати, что такое Z, я не знаю. Что он мне скажет про Z. Local variable Z is not used. Вообще не знаю, зачем она нужна. Это Z. Так, а T1, что это было такое? Был target. Ну, мы сейчас переименуем его. Давай. Refactor. Change signature. Nature. Интересно, что он не хочет? Я сейчас попробую. На самом деле, я вижу, что я тут еще кое-где поназабывал это дело. Да, 151 строка. Так, я сейчас сделаю замену. 151. Какая еще строка? 162. Да, я сделаю замену. Да? Там уже таргер. Там уже не получится. 162. Заменить T1 на таргет. И сделать это глобально в каждой строке. Так, отлично. Маленькая мощь Vima. Main loop. Подождите. Ой, слушайте. Простите меня, пожалуйста. Он мне открыл Лек-8 Ган. Это я успел залезть в этот. В тот, с которого я уже тащил. Что это я? Что я сейчас справлял? Сейчас залезем. Посмотрим. Наверное, все уже исправлено. Он же заменял. Я прошу прощения. Это моя невнимательность. Я не заметил, что файл изменился. Frame. Вроде не нужен, да? Грохнем. Screen 1. Coworks. Чем мне не нравится в Coworks? Typo. Говорит, ошибка у вас есть какая-то. Плевать. Это мелочи. Мне кажется, что да, все более-менее. Ну, вот это, да, непорядок, что у нас new target вызывается оттуда. Вот я попробую его убрать. И пропишу вот сюда. Инициализация новой цели. Create oval. Ну, соответственно, у меня какая-то ситуация, да, что... Так, create text. Я все это дело сделаю после того, как... То есть визуализацию создания визуальных объектов, после того, как выбрал x, y и радиус. Кстати, обратите внимание, вот здесь вот я использую трамвайное присваивание. Знаете, зачем? А для того, чтобы вот здесь вот было проще работать с этим x, y, не писать селфы. То есть я делаю синонимичное имя x, y и r, соответственно, для нераз. Не раз. Ну, таргет у меня что получается в одном месте? А, нет, RND, да, как-нибудь... Если x, y параметры, значит, таргет должна рождаться там, где не в случайной позиции. Слушайте, еще раз. Я сейчас свяжу свои задачи, чтобы это дело в принципе заработало. Потому что когда это заработает, мы сможем что-то сдвинуть дальше. Даже рефакторинг имеет смысл делать на работающем коде, хотя иногда вот... Я сейчас в каком-то смысле занимаюсь рефакторингом на неработающем, да, но просто на таком, что невозможно с ним работать нормально. Так. Ну, чего? Я насильно пытаюсь его запустить. Так, он говорит, параметры не даны. Но давайте я их уберу, пускай при создании таргета он появляется в случайном месте. Это будет вполне логично. Ну, так, нет, нет. Ctrl, Shift, F10. Target object has no attribute new target. Смотрим, откуда это вызывается. Вот отсюда это вызывается. Убираем. Так. Ctrl, Shift, F10. Та-дам! Что-то есть. У меня даже, видите, пушка растет. И снаряд какой-то появляется, явно разноцветный. Видите, раз, два, три, что-то есть. Мишень. В наличии. Что-то срослось. Да, самое, что просчитано на работе, да, это направление, собственно, ствола на мышку. Да, до тех пор, пока мышка показывает куда-то в разумное место. И там есть, как эта проблема, division by zero. Но, тем не менее, она вот глобально работает. Только Миша, этот самый, снаряд никуда не летит. Хорошо бы Болл летел. Зет был не нужен, да, я его удалял. Так, что нам надо? У меня есть этот самый new game, который почему-то перезапускается. Что-то он перезапускается. Ну, явно new game не относится к циклу, да. Значит, а вот это вот, явно, видите, while target, точка, leave or balls, for be in balls, hit test target. Да, что-то тут происходит явно. И это должна быть проверка взаимоотношения, должна явно находиться в такте по времени, да. Соответственно, time handler. Вот я его выдираю, этот самый time handler. И в этом time handler, в этой функции, пожалуйста, я буду, собственно, заниматься тем, что трогать этот самый for be in balls. Болл, глобальная переменная, дальше что там, target должна быть глобальная. Но, где? Нет, заменить. Заменить на time handler. Я же его хочу перезапускать. Причем я его указываю без скобок. То есть передаю его как ссылку на эту функцию, чтобы ее смогли позвать. Ну и 750 это странно. Расчет должен происходить чаще. Ой. 50 микросекунд. Миллисекунд. Ну что? Что-то теперь дуло перестало расти. Дуло перестало расти. Targeting. Gun power up. А у меня есть какой-нибудь хендлер вообще на мышку? А, я тайм-хендлер вообще позвал? Я его вообще не позвал. Это раз. Нужно вызвать, чтобы он хотя бы один раз отработал. После чего мы сможем вообще о чем-то разговаривать. Ну, теперь растет. На самом деле, по-хорошему, расти оно должно по событию от мышки. То есть, когда от мышки пришло с другой стороны, а когда мышку уже нажали, нового события при этом не происходит, а мне нужна отсечка по времени. Здесь это на самом деле было как-то реализовано. Я запоминал момент нажатия мышкой, момент отпуска мышки. И, соответственно, можно... Сейчас. Shift-Escape сворачивает нижнее окошко. Fire 2. n вообще не помню, слушайте. Жесть какая. f2. Что такое f2? Math cosinus, Math sinus, new ball vx, new ball vy и a. В этом месте все работает. Надо ли это трогать? Вы знаете, смотрите, допустим, оно даже вроде бы работает, но я не понимаю как. Мне очень сложно эксплуатировать то, что я не знаю, как оно работает. Ну да, но дело в том, что у меня сейчас нет четко обозначенной задачи, что я именно должен сделать. Я пытаюсь сейчас что-то починить судорожно. Кстати, между прочим, вот чтобы меньше было судорожности, раз уж программа запускается, она в принципе может быть запущена, можно попробовать чинить конкретные вещи. То есть вот, например, то, чтобы мячик летел. Сейчас он не летит. Соответственно, что мне нужно найти? Какая-то еще ошибка там в конце вылетает. А запускать периодический move, где, очевидно, у меня должен быть этот time handler, который висит на времени. Да, что? For B, move, B in balls. Слушайте, опять вот, такая фигня, нехорошо, да? Ball должно быть. Так, ладно. For B, move, ball, hit, test, target. То есть видите, мячик проверяет, столкнулся ли он в скобке, принимает цель. Да, и, собственно, цель в принципе жива. В этом случае жизнь ее мы обращаем в ноль и target hit ее. Почему тут привязка? Вы уничтожили цель, item config. Тогда, может быть, те байнды нужно вернуть. Сюда. Сейчас. Решение хорошее не рождается. Да, давайте сделаем, чтобы они летали. Значит, что у нас происходит вот здесь? Здесь вложенные циклы, да? Соответственно, перебираются, пока есть, пока есть, а сейчас, секундочку, move, а мячик один, да? Да, ball move, а target, а target не моется, да? Слушайте, ball move существует. Он дергается. Значит, видимо, вся проблема в том, что у него в ball move всякая фигня. Ну, конечно. Вот же она фигня. Fix me описывает перемещение мяча за один кадр перерисовки. Мы это дело можем стащить с того мячика, который мы делали на самом деле. А чего не хватает? Не хватает, видимо, ему в x и в y. Видите, они нулевые выставляются. То есть, по-хорошему, когда ball появляется, он должен появляться в каком месте? Ну, ему нужно передать, собственно, некоторую начальную vx и в y для инициализации. Вот. Если я очень хочу выдать, ну, это вообще 40 и 450, на самом деле, довольно странно. Какие-то значения по умолчанию. Где? Так, фишка в том, что он должен появляться из дула пушки. Давайте применим сейчас аналит и воткнем его, чтобы он появлялся на кончике дула пушки. Но в первую очередь, я сейчас вот, даже если я пропишу ему vx, vy вот сюда вот под дефолтные значения нулей, вот, по идее, и этого не должно на самом деле случаться. Что значит выдаются? Их надо оттуда передать. То есть мне нужно пойти там, где находится класс gun. Вот он, класс gun. И в классе gun, когда мы выпускаем выстрел мечом, собственно, вот здесь вот, fire to end. Я вот честно сказать. А-а-а-а! Смотрите, вот что такое f2on. f2on это такой флажок. Он помечает нажатость кнопки, чтобы вот при нажатой кнопке, я знал о том, что она нажалась, и накапливал некоторую там переменную, видимо. Короче. Fire to end. Да, он должен что? New ball vx, new ball vy. Давайте посмотрим, а что он делает. self точка 2 f2 power. Так, умножить на косинус self n. n это, наверное, angle, очевидно. Да? n это angle. Давайте мы его переименуем. Потому что и так я запутываюсь в этом. Так. New ball vx. Вот они. А-а-а! Вот еще в чем фишка. Смотрите, да? Я сразу их прописываю. Вообще, я лезу их менять отсюда. А это непорядок. Они должны быть прописаны, эти самые vx, vy, должны быть прописаны внутри конструктора класса. То есть вот здесь вот, когда я создаю new ball, я должен уже сообщить ему, что и x, и y, и x, и y, да и радиус на самом деле тоже. Видите, точка r тоже прописывается. Плюс равно... А почему плюс равно 5? Странно. Так, сейчас соображу. Короче, я вот здесь поставлю подчеркивание, это будут локальные переменные, которые я сейчас, создавая мячик, да, new ball. Вот здесь вот создам. Так, и я ему передам, соответственно, кого? x, y, кого? vx, vy. Да, только vx, vy. А, слушайте, давайте я назову vx, vy здесь. Локальные. Это vx. Еще раз. Для ball. Так, new ball r. Я тоже new ball удалю здесь. Так, очень хорошо. Значит, так, angle я рассчитываю, да, это будет fire to end, момент окончания нажатия кнопки. Угу. Угу. Сейчас, я думаю. Это надо посчитать по углу и радиусу этого самого Пушкиного дула. Create line. ID, да, ID хранит эту самую line. Item config. Targeting. Targeting – это функция, которая срабатывает на прицеливании, на движение мышки, повешено targeting, прицеливание. Так. И вот смотрите, да, вот эта точка 2450 – это местоположение Пушки. Кстати, тоже, оно, видите, захардкожено, Пушка жестко всегда в этих координатах. Это плохо. Она должна иметь возможность, ну, пусть эти константы будут именованными, и пусть они лежат у меня прям в самом классе даже, пусть как свойства класса, но в любом случае не вот так вот. Так. Сейчас сообразим. Значит, что у нас? Вот этот вот раз, два – это и есть необходимые мне координаты. Беру две вот эти вот строки. И тащу их в fire end. И x, y, вот здесь вот я пропишу. Так, тадам. Это x. Это y. Ой, прошу прощения. Так, очень хорошо. Итак, x, y я сейчас прописал центр кончика дула. Вот кончик дула, из которого мне должен полететь будет снаряд. Так, angle. А здесь он рассчитывается, да, этот angle. Интересно. Минус x, y. Вот эти x, y должны быть на самом деле self.x, self.y. Это как раз местоположение этого пушки самой, центра ее. А у нее есть они? Нету. Вот эти вот числа, да, они вот существуют просто так. Так, исправляем, вставляем. Что? Ну, давайте по старинке. Пока, чтобы не сломалось. 20 по x, 450 по y. Где там еще этот хардкод, я пока не знаю. Но это непорядок. По-хорошему надо это убрать. Так, а что интересно второе? А, это второй кусок. Self x, self y. А это второе, стартовое положение пушки, пока мышка не приехала. Так, как я запускаю это дело? Ctrl, Shift, F10. Ну, в чем? Вау. Ауч. Ауч. В чем дело? Canvas create oval. Говорит, не могу, tuple с intом. Кто у меня tuple? R у меня, что ли, tuple? Как так? Или кто у меня tuple? x, tuple? Tuple int. x у меня tuple. Как так? Что у меня? Ball, да? Создается. Вот в момент, когда стали создавать новый шарик. У меня в качестве x была сюда брошена строка. Так, спрячься. Очевидно, это сделал ган в момент окончания выстрела. Так, что он делает? Ball x, y, x, y. x это два. А, вот, спросите, ребят. Вот, видите, запятая в конце. Вот, синтаксическая ошибка. Ой, я случайно закрыл. Ну, это не очень страшно. А? Стоп, and run. Давай. Давай. Ну, давай. Ой, е-е, камон, он на кончике дула появляется уже. Правда, это преимущественно синий, но это уже фигня. Осталось, что сообщить ему скорость. Сейчас у меня пока не сообщается правильная скорость. Так. Так, что мы находим скорость в момент этого? Fire 2, да? В x, в y. Как я их считаю? F. Да, вот фишка в том, я ее вижу. Да вот же она. Вот fire to end. Вот тут есть в x, в y. Давайте посмотрим для начала отладочную печать. Давайте их принтанем. А что за скорость там, в принципе... Простите, опять закрыл. Весело так. Раз. Автомат как извимая. И вышел. Давай. Сейчас он породит нам. Породил. И печатает скорость к его. 36, 29. Смотрим на шарик. Класс. Ball. SetCourse. Move. Вроде бы есть. Вроде бы move есть. А давайте посмотрим, а он вызывается или нет. То есть в моем главном цикле, там где у меня этот таймхендлер. Вызывается. Ball. Муз. На шарик еще перерисовывать надо. Точно. Точно. Еще же перерисовать его надо. Одно дело поменять координаты, а другое дело... Ну давай, control B. Не, не хочет. Ладно. Go to... Этот самый. A declaration or usages. В этом занятии давай. Так, перерисовать его, да? Нет, я что-то потрогал. Там было что-то для этого. А? Как называется? Коордс в смысле? Нет. А, точно. Да, да, да. Я могу просто self set cowards сделать. Действительно, да. Ну, давай, дорогой. Та-да... Е-е-е, камон. Даже слишком. Ну, пролетает сквозь, да? Но глобально летят. Глобально уже летят. Ладно. Я смотрю, что у нас сейчас уже не получится ничего существенного сделать. Давайте я хотя бы отправлю это дело в коммит. Посмотрим на то, что мы натворили в итоге. Да, я git div посмотрю. Вот, сколько у меня глобально строк изменено. Вот, я недоволен тем, что пока что получилось. Пока мне это не нравится. А? Шарики летят, это хорошо. Они не летят, во-первых, по гравитации. Мы же... Вы смотрели вот эту вот обфусцированную версию? Они не отражаются от стенок. Они не поражают цель. Я не получаю экспириенс. Нет, нигде отраженного. Сколько шариков я сбил или сколько они стоили. У меня шарики летят, прекрасно. Но эти цели должны порождаться новые. Да и цели хорошо бы, чтобы двигались, чтобы они летали. А в идеале, чтобы они еще и сталкивались. По закону сохранения импульсов, они обменивались бы, допустим, у них одинаковые массы. Это абсолютно упругое соударение, в котором они будут обмениваться скоростями. Но это же будет прикольно. На самом деле, это не так сложно дописать. Это не так сложно дописать. Но фишка в том, что я сейчас... Может быть, надо было действительно начать. Но я хотел, чтобы это было как у вас, да, вот в тех же условиях пописать. Чтобы придираться к коду, да, вникать в суть. Это важная часть работы, да, уметь вникнуть в суть программного кода. Читаться, разобраться, еще и исправить. Понятно? Повозитесь с этим делом, чтобы заставить, вот чтоб мишени летали, да. Соответственно, должна быть некая обслуживающая функция, да. Ну, сейчас там есть эта функция тайм-хендлер, да, в которой вся сложность спрятана. Слушайте, ну пусть она в ней будет даже спрятана. Пусть. Ничего страшного. Вычистите код, напишите документацию к каждому методу, что он делает, какая на нем задача лежит. И весь легоси, так называемый код, старый, который устаревший, лучше даже просто выкинуть. То есть, если вот что-то не отрабатывает, что-то, что не используется, но оно валяется, лучше его просто удалить. Чтоб оно не валялось просто так. Сейчас я пока это именно чинил, как развалившуюся игрушку. Да, ой, что, куда это подходит, о, кажется сюда. Да, вот я вот так вот это дело чинил. Скажите, а вот мне интересно, вы же уже возились с этим кодом, правильно? До какого этапа вы дошли? А? У вас все летает из гравитации? Да. Отражается от стенок? Цель поражается? Сделать что нормальный? Ну, полный. Да, полный. Да, получилось. Ну, клево. Клево. Это очень хорошо. Значит, вы меня опережаете. А сколько времени у вас уходит, ушло на это? А? Еще раз. Вот, за того, чтобы дойти до того, чтобы было, то есть, я не знаю, по-разному. Две пары, две пары. Два часа. Ну, часа три. По-разному, да? Две пары, два часа, часа три. Ну, что я могу сказать, вы со свежими мозгами, так что хорошо, что вы более-менее разумно справляетесь, все нормально. Вот. А я... Что еще хочу сказать? Сейчас проект... Ну, я должен был, наверное, заранее его подчитать, чтобы легче ориентироваться в нем, чтобы меньше времени затрачивать на вот эти воспоминания. С другой стороны, вот это вот ковыряние, вот это вот придирки, е-мое, ну, что это вообще такое, что это за атрибут, это важно понимать. Потому что иначе вот эти вот дурацкие названия, они не вытравливаемы. Вам будет казаться, ну, почему не назвать? А что не назвать? Т-1. Ага, N какой-то. Вообще ни о чем. Вот эти F2 Power, F2 On, вообще ужас какой-то. Так нельзя писать. Вот то, как сейчас это организовано, мне по-прежнему очень не нравится. То есть, код явно с таким вот запашком. Надо выделить и вычленить, и он нечитабельный во многих местах. И мне не до конца понятно сейчас. Я примерно помню и догадываюсь, как там происходит с переключением режима, вот этого нажал мышку, отпустил мышку. Ну, мне это опять же не нравится пока что, как это сделано. Это нужно вычленять, делать более читабельно. Ладно, смотрите, я вот закончу на этом деле сейчас, в любом случае сделаю коммит. Ваша будет задача какая? Надо по-хорошему сделать модульный рефакторинг. То есть, оторвать физику происходящего процесса, физику, классы, связанные, например, с мишенями или с мишенями и мячиком, да, и пушкой, оторвать в отдельный модуль. А то, что касается Ткинтера, в отдельный модуль. Разделить эти вещи. Пусть у вас будет модель немножко независима от отображения. Чтобы не отвечал класс Болл за свое отображение. Чтобы это не его ответственность была дернуть коорс, да, вот эти вот. И знать вообще о холсте. Чтобы он не знал существенно там о холсте ничего, да. Ну, пусть у него будет там идентификатор, там, Болл Айди хранится в нем, да. Но вот как-то это дело вытащить, подумайте. Может быть, какой-то еще у вас родится способ, как разделить на модули. На самом деле, вот эта вот идея отделить модель от отображения. Ну, есть еще вот контроллер, да, модель view-контроллер. Это одна из таких основополагающих вещей, которая позволяет разделить сложность. Почему? Потому что очень часто отображение, оно может быть разным. То есть вы можете отображать так или так. Вы можете усложнить это отображение. Там, условно, приближаться, отдаляться. Или у вас поле, на котором все это летает, как в игре Worms, оно больше, чем экран. И вы можете ездить туда-сюда, посмотреть на происходящее. Понятно? Под прицелом как раз приблизиться, отдалиться. Вот поэтому, в принципе, вот эта идея разрыва между отображением и моделью, она очень ценна. Переход координат тоже сейчас вот этого абсолютно не потрогал. Семенную координат. Ладно, давайте забьем для ясности, делаем коммит. На сегодня мы с вами заканчиваем. Спасибо вам за внимание. До встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok